мы продолжаем разговор студии константин теперь мы продолжим уже с вами папа в первой части вы во второй части и так давайте сегодня не по этому плану это предмет у нас сегодня предмет такой он совершенно чушь как бы людям самое ужасное что они живут в этом что 70 процентов из них страдает психосоматическими расстройствами так или иначе вы думаете 70 процентов количество неврозов которые относятся психосоматическим расстройством ну это немножко утрирует но увеличилась в 6 раз это в начале распада советского союза 6 раз увеличилось количество неврозов по сравнению с советским союзом и уверяю вас 600 раз увеличилась на сегодняшний день каждый человек который ходит по украинской земле это страдалец это страдалец так или иначе если с ним поговорить у него наверняка всегда у всех я нахожу какие-то жалобы это я не ищу они просто зная что мы теперь кости дадим слов и кости расскажет про жалобы а вообще само само по себе психосоматика есть у всех и особенно наших пациентов будут будут буквально у всех особенно с учетом того что наша клиника занимается в основном неврозами то всегда сопряжена сто процентов вот сто процентов больных у всех есть какие-то либо ипохондрические короче говоря психосоматические какие-то расстройства как я уже говорил панические атаки сердце различные депрессии это ой там вообще широко начиная от тошноты заканчивая ощущением она же женщина приходящая говорит что у нее тяжесть груди она и реально чувствует пустоту она чувствует тяжесть а что это психосоматика то есть ощущение она реально их испытывает да убери заболевание основное и это ощущение исчезнет то есть она не натуральность органическая но она его чувствует как как живое как ну действительно мы говорили мы говорили чуть-чуть проговорили про псориаз а вот артрит вот тоже заболевание при котором у вас все время так сказать да вот у человека болят колени он не может выйти из дома конечно сюда опять же хроническое заболевание никем никогда не никто никогда не лечит сюда же гипертония переводят на гормоны и смерть сюда же гипертония гипертония ой да много на самом деле хронических заболеваний которые астенический синдром сахарный диабет астенический синдром мне вот интересно с этим очень много боже а что не является психосоматикой инфекционное заболевание почему а сифилис это инфекционное но чем она заканчивается вот так я об этом и говорю я ну имеете как кончил мопассан красиво как описывает кто это когда он идет по саду разбрасывает камушки которые несет слуга и кто-то кто описал эту картину спрашивает его а что ты делаешь разбрасывая эти камушки он говорит а весной вырастут маленькие мопассанчики мопассанчики разбрасывать и за этот великий человек разбрасывает мопассанчиков онкобольные вот это вообще на особая категория да да говорят же что и онкозаболевание то тоже от головы это различные я насколько это правда большой вопрос потому что все нам доказывает статистика вот мол по статистике все больные там например онкожелудка это значит обиды все все они до а бывает статистически но если взять луизу хейта там просто написано у нее просто схемы и эти схемы четко расписаны что если у вас предположим болит голова а голова при не является первой да вот вот что у среди да встречаешь падежки то это значит у вас там неподходящий момент и так далее так далее так далее вы не хотели бы демонстрировать сейчас свои мысли там то есть все четко каждый орган расписан то есть можно очень просто с наталья да есть предложение а что если нам сделать вот на телевидении у вас на канале сделать как это называется у вас не у киношника у телевизионщика что когда целый день передают а марафон марафон пожалуй психосоматик давайте ведь я даже не начал рассказывать я ничего не не знаю как управляется константин валевич но не коснулись еще ничего потому что это такой колоссальный объем невероятных знаний которые еще сейчас вот как можно скорее надо подойти к лечению вот давайте вот сейчас мы даем кости еще три минуты и подходим к лечению кость еще какие заболевания да потому что мы скачем все время да ну давайте да по психосоматике вы назвали вы назвали белая горячка вы назвали интоксикационный психот что это такое сама ты психиатрия там где первичный агент вот кстати кстати то что начинается не с психики а начинается с сом из тела да там отравился высокая температура галлюцинируешь галлюцинации психоз вторичный это вторичное психическое расстройство вследствие употребления там или отравление психоактивным веществом каким-то белины объелся это реально можно если объесться белины то галлюцинировать будешь хорошо есть заболевания есть психозы которые спровоцированы инфекцией до менингиты энцефалиты на самом деле достаточно большой список особенно счет нейроинфекции так буквально все которые не лечатся тоже и люди или гибнут или остаются идиотами почему знаете а ведь применяют к ним антибиотики самых последних регистров да то есть это по три-четыре антибиотика если у человека а гематоэнцефалический барьер забывают об этом я уже выучила это вы уже выучили часто с вами говорим это притчево язык о которой не знает ни один невролог то есть все знают об гематоэнцефалическом барьере но никто им не занимается все считают что вот если на крысе прошло но помните мы об этом говорили когда если на крысе лекарство прошло гематоэнцефалический барьер если на кошки прошло то проходит и это пишется в инструкции а последние работы американцев свидетельствует я сам их читал о том что в мире нет нейротропного препарата который бы проходил гематоэнцефалический нет но если только на спирту какой-нибудь да и они все обманывает немножко барьер вы запомнили это вот удивительно но алкоголь пробивает гематоэнцефалический барьер коста еще сосудистые заболевания головного мозга если их коснуться психические нарушения тоже сама то психиатрия хотя ну да больше так особенно наблюдается у людей в возрасте тогда когда начинается уже изменение сосудистого характера вследствие там неправильной экологии плохой экологии неправильного питания злоупотребление алкоголем и табаком перестает поступать достаточное количество крови вместе с ним и соответственно в жизни речевыми все поняли какие-то микроэлементы кислород глюкоза и мозг начинает чахнуть соответственно развивается деменция то есть и снижение памяти и мышление и внимание да даже мы опять можем это увидеть у каждого из нас вы когда долго сидите на работе в не двигая головой не вставая и только работая на компьютере в неудобной позе у вас очень скоро а скуднеет внимание вы для того чтобы на следующий день вам собраться привести себя в чувство вам нужно приложить с каждым днем все больше и больше усилий что это как не в общем-то сама-то сама-то психиатрия зажим с ваших сосудов привел к ухудшению памяти то есть когнитивных процессов ну это еще не заболевание но нарушение уже уже сигнал такой возник вопрос а вот честно я об этом не думал а вот старость это сумма-то психиатрия или это психосоматика психосоматика вы так думали да а почему вы считаете что это старость это психиатрия развита это не износ всего организма а потом ведь деменции возникают как последний этап старости мы только тогда замечаем старого старого человека когда он пустеет когда когда мы а боже я видела там иванова боже мой этот этот блестящий человек он пуст он у нас что-то почему не нужно ли пустеют до 90 лет а некоторые пустеют до 7 вот видите вот у нас и дискуссия я считаю не разобрались что же все таки первичная сумма или психиатрия вы знаете знаете я все-таки думаю что честно нет нет ответа я этот вопрос у нас целый научно-исследовательский институт геронтологии старость на украине в киеве громадный с колоссальными традициями с невероятным количеством ученых академии наук и занимается старостью и все мечтают богомолец отец отец наши нашего депутата верховной рады сегодняшний богомолит и осев виссарионович дал ему сталинскую премию это раз дал ему научно-исследовательский институт сделал его президентом академии наук ссср только от того что он пообещал ему лекарство от старости и когда он умер вдруг неожиданно 65 лет он сказал ну как же так он обманул нас так что же это ведь мы занимаемся старостью и мы лечим стариков вот давайте вот 12 минут от слабоумия а там действительно оказалось невероятное количество возможностей одного они не умеют у них начинает начинает теряться самосознание не сознание а самосознание и это процессы психологи хорошо это знает мета когнитивные не познавательные как таковые а регуляторные мета когнитивные и а их оказывается можно восстановить можно с помощью как это не удивительно всю психосоматику можно лечить таким образом с помощью измененных состояний а вот это любимый конек измененное состояние не потому что он любимый потому что я чувствую что конец передачи и надо же наконец почему зритель скажет ну поговорили поговорили поспорили а делать что а делать что да а что делать вечный вопрос а что и оказалось что и наши фридисты психоаналитики и наши нейрохимики могут управлять этими процессы процессами и психосоматикой и психосоматикой и тем более старостью и множеством других всем организмом цел если только они ухватят регуляторные процессы а это мета когнитивные которыми практически ни один психолог на сегодняшний день вот на украине не занимается максименко издал академик максименко вместе с нашей если она откликнется вместе с нашим одним психологом напечатали одну работу по мета когнициям и все и тишина а между тем именно созданием ведь что создают допустим психоаналитические концепции это психоаналитические методики что они создают иные состояния сознания рассохин такой профессор рассохин в россии по этому поводу ну паразитирует на этом всю жизнь создавая с помощью методик психоаналитических иные состояния и заставляет людей вот выплескивать свое самосознание с помощью этих иных состояний управляет этим процессом елки-палки как добиться этого иного состояния а что мы делаем у себя в клинике мы не психоаналитики и или допустим не обязательно психоаналит а всякого рода буддисты как медитации что это такое как ни иное состояние сознания в котором человек очищается который опять же эти кармы ведь все это завуалировано под какие-то страшные но это внедрение авантюризма и чародейства в общем-то биологические основы измененное состояние измененное состояние идет на пользу то есть если из этого извлекается польза то этим надо пользоваться вот посмотрите сейчас посмотрите какие дебаты вокруг травки вокруг гашиша да 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 марихуана да но мы это живем в стране ну не ну невероятно совершенно когда метадон думали завести в эту страну я выступал в министерстве здравоохранения и молил не смейте этого делать ведь на границе исчезло два вагона в первый день разрешения проникновения метадона на украину два вагона метадона исчезла тут же разошлось по черному рынку вы хотите разрешить гашиш вот меня критикуют за одну из наших передач где я говорил о том что гашишу нет этой стране рано давать гашиш не просто рано через 50 лет просто рано давать просто рано это божественнейшее вещество невероят с невероятными возможностями оно создает иное состояние сознания мы нашли другое мы нашли тот препарат который меняет сознание не нанося ущерба такого как гашиш Костя расскажи пожалуйста а он не сможет его прямо таки я просто смотрю что он у нас заскучал это секрет фирмы я пришла я пришла на пастера 22 да вы пришли вы приходите мы все расскажем нет вы подписываете соответствующую бумагу о не разглашении и о том что мы не разглашаем о вас вы не разглашаете о нас но мы применяем точно такой же как по по своим качествам вот такой же как уход в астрал да такой же препарат как гашиш но мы используем его иначе чем используют американцы чем используют очень многие наши коллеги и получаем невероятные результаты просто невероятные не только с неврозами но и со старостью но не всегда иногда уходит так далеко деменция деменция это переводит деменция отсутствие ума слабоумие настолько к сожалению это слово настолько уже знакомо что иногда бывает невозможно вернуть уже обратно человек но когда это ранние стадии удается удается хотя все это трогательно очень здорово когда человек возвращается и фильм был такой возвращение кажется назывался американский когда психически больные в большой группе возвращаются вдруг к разуму под влиянием препарата илдопы не помню как называется фильм но играют блестящие совершенно актеры оскароносцы все и я смотрел его в лондоне и видите как похвастанул да в лондоне смотрел какой-то там фильм но блестящий совершенно фильм и как-то он у нас промелькнул но неважно так вот иными состояниями сознания можно вывести человек и создав рефлексию рефлексию неправильно рефлексию нерефлексируемого создав те вещи о которых психологи только мечтают а в психиатрии это можно делать с больными людьми ведь не всегда здоровым это даже нужно создавать излишнюю рефлексию и ту которая подчас помешает им воспринимать объективную реальность и не дает ничего человек только теряется в этих состояниях а в психиатрии ни один психиатр мира не занимается рефлексией ни один психиатр мира почему а потому что мозги не доходят мозги не доходят не хотят приблизиться к психологам а психологи и в частности российские психологи даже российские психологи школа ну я назвал Рассохина а там Карпов школа Карпова которого я называл в какой-то передаче но это целая Ярославль это целая громадная школа метакогнитивного исследования метакогнитив как что такое когници это познание так вот невероятное поле коси на коси психологи рядом посоветуйтесь с ними психологи уже много чего там наделали и во многом очень правильно делали и а у нас вот насколько я знаю одна статья обзорная и все да вот наша одесситка девочка какая-то может девочка может пожилая женщина но одесситка одесситка напечатала вместе с академиком статью я думаю она почему я хочу ее разыскать потому что раз она пишет вместе с академиком значит она написала эту статью а фамилия да я поняла Максименко академик да ну делаем паузу да мы наш жар давайте да у нас осталось вот три минуты вот к чему сейчас нужно подвести какой-то нам итог для того чтобы зритель понял что после этой научной лекции к чему что результат кость да для меня понятно только одно что я знаю почему Валерий Семенович захотел эту тему почему потому что вот есть фраза которую он мне сказал по телефону я потом ее разыскала у Эрика Канделя есть фраза если вы не занимаетесь неврологией и нейробиологией то какой же вы врач потому что все вот эти болезни все время идут на стыке и этот стык требует чтобы врач который лечит вам печень, почки или сердце все таки понимал какие процессы происходят в вашей голове слушайте Наталья Ленина я вот готов просто кланяться вам если бы вы знали ну на скольких конференциях на скольких съездах на скольких кворумах я говорил о Кандале и об этой его фразе я говорил психиатрам опомнитесь повернитесь к неврологам поклонитесь им и поднимите мозг голенький и начните с ним работать заново потому что все психическое выдается через материальный мозг и повернитесь к психологам возьмите у них то что они наработали ведь невероятные есть вещи которые создали наши я имею русскоговорящие психологи повернитесь к этому всему а мы застряли на чем? на незнании и нельзя этого делать и что я еще хочу сказать даже не знаю что я хочу сказать я хочу обратиться за эту минуту постараюсь обратиться к целевой аудитории которая хотелось бы чтобы она посмотрела эту передачу первое это врачи врачи которые смотрят одних и тех же пациентов с нами это и кардиологи и дерматологи и онкохирурги терапевты если вы видите пациентов которые сколько бы вы не обследовали у них все нормально уговорите их пойти к психиатру дорогие больные которые ходят маяться уже не первый год с болями например над желудком и сколько бы вас не смотрели ничего не могут найти поверьте у вас болит головушка это все от нее и наверное последнее что я хочу порекомендовать тем до того момента пока вы не пришли к нам и мы вас не вылечили я посоветую нашим пациентам для того чтобы предотвратить появление таких психосоматических симптомов это живите вот полноценной жизнью бейте морду любите женщин гуляйте говорите правду и тогда не будет психосоматических расстройств спасибо спасибо вы не будете сдерживать свои стрессы вот эти маленькие киндлинговые раздражения вот этот стакан воды о котором мы говорили да в самом начале передачи стакан воды пусть это будет стакан воды сделайте знаете селье сказал прекрасно любимый делайте стресс благоуханием вашей жизни ну да мы уже говорили о том что стресс стресс это польза определенным в определенные моменты в определенной ситуации спасибо что были с нами пастера 22 не забудьте слово психиатр звучит теперь совсем не страшно и и простина а а в а а а а а а Субтитры создавал DimaTorzok